Дорогие наши друзья, я приветствую вас на очередной встрече нашей группы «Время читать вслух». И наша сегодняшняя встреча посвящена путешественникам, первооткрывателям. А в начале встречи я все-таки решила прочесть вам детский стишок. Мы – народ, что не сдается, ни в жару и ни в метель. Мы – страна первопроходцев, открывателей земель, островов, морей, проливов, горных пиков и планет. Мы открыли Антарктиду, самый южный континент. Русское географическое общество, в дальнейшем я буду называть РГО, было основано по высочайшему повелению императора Николая I в 1845 году. Наш герой нашей сегодняшней встречи, Петр Петрович Семенов Тяньшанский, сказал «Основная идея учредителей общества – привлечь к изучению родной земли и людей, ее обитающих, все лучшие силы русской земли». Главной задачей новой организации было собрать и направить лучшие молодые силы России на всестороннее изучение родной земли. Среди учредителей РГО были очень видные деятели и знаменитые люди. Допустим, такие мореплаватели и адмиралы Литке, Крузенштерн, Брангель, Рикард, члены Петербургской академии наук, такие как Берр, Струве, Кэппен, видные военные деятели Берг, Вронченко, Муравьев и представители русской интеллигенции Владимир Даль и меценат-князь Владимир Федорович Адаевский. Вот как охарактеризовал сущность российского географического общества знаменитый географ, путешественник, герой нашей встречи и государственный деятель Петр Петрович Стяньшанский. «Свободная и открытая для всех, кто проникнут любовью к родной земле и глубокой, несокрушимой верой в будущность русского государства и русского народа корпорация». С момента основания РГО, как я уже вам говорила, это русское географическое общество, российское, не прекращало своей деятельности, но неоднократно меняло свое название. До 1917 года именовалось императорским, в советское время называлось государственным, до 1938 года, а до 1992 года это было всесоюзное географическое общество. РГО, Российское географическое общество, внесло очень крупный вклад в изучение Европейской России, Урала, Сибири, Дальнего Востока, Средней и Центральной Азии, Кавказа, Ирана, Индии, Новой Гвинеи, полярных стран и других территорий. Эти исследования связаны с именами таких известных путешественников, как Северцев, Мушкетов, Пржевальский, Потанин, Обручев, Миклуха Маклай, а также с героями нашей сегодняшней встречи Семенов-Тяньшанский и Еврангель. Нельзя также не отметить большой вклад в русское географическое общество не только путешественников, но и людей, которые на нашем современном языке спонсировали эти путешествия, а как раньше называлось, являлись крупнейшими благотворителями, направлявшими значительные средства на деятельность общества. Это такие люди, как купец Платон Васильевич Голубков, табачный фабрикант Василий Григорьевич Жуков, причем именно самая важная, самая престижная премия в том числе была Жуковская, именно благодаря этому Жукову. И также особое место среди меценатов российского географического общества занимают золотопромышленники Сибиряковы, которые финансировали целый ряд экспедиций и просветления. Уже 11 филиалов, в том числе в Тифлисе, Киеве, Иркутске, Оренбурге, Вильне, Омске, Хабаровске, Ташкенте, имея при этом штаб-квартиру в Санкт-Петербурге. В советское время это уже, конечно, работа графического общества немного изменилась, сузилась и сосредоточилась на относительно небольших, но более глубоких и всесторонних исцелениях. И хотелось бы отметить большой вклад русского географического общества. Им была заложена основа Отечественного заповедного дела. Важнейшим событием стало создание постоянной комиссии императорского общества по изучению Арктики. Итогом ее работы стали всемирно известные Чукотская, Якутская и Кольская экспедиции. Также Российское географическое общество стало одним из организаторов и участников первого международного полярного года, в ходе которого были созданы автономные полярные станции «Густь Елены» и «На Новой Земле». Также, что немаловажно, при содействии Российского географического общества в 1918 году было создано первое в мире высшее учебное заведение географического профиля «Географический институт». А в 1919 году одним из наиболее известных членов общества Вениамином Петровичем Семеновым-Тяньшанским был основан первый в России географический музей. В период расцвета его коллекции занимали третье место в России после Эрмитажа и Русского музея. Семенов-Тяньшанский известен больше как ботаник, этнолог, статистик, но все-таки больше геолог. Тяньшань – это период с китайского «Небесные горы». До 1840 года эта большая горная система была неизвестна науке, была не исследована особо. Волновали ученых такие вопросы, как история появления этой горной системы, вулканическая или нет, существуют ли там действующие вулканы. В середине XIX века, когда происходило активное присоединение этого горного массива к России, вот и было желание организовать туда экспедицию. Северный хребет Тяньшаня – это подножье заилийского Алатау, или пост Верный. Нынче это город Алма-Ата. Для тренировки, пересложным походом, Семенов-Тяньшанский решил отправиться в Альпы. Он собирает геологические и ботанические коллекции, знакомится с вулканическими явлениями, совершает около двух десятков восхождений к Везувию, к кратеру Везувия. В 1856 год получено согласие географического общества на снаряжение экспедиции в Среднюю Азию. Итак, исследуются западные побережья озера Иссыколь, Баамское ущелье, река Чу, река Сырдарья. Обширные ледники склона Хантинги. Изучается зависимость эльефа от геологической строения местности. Итак, в результате этого восхождения, этой экспедиции, на географической карте были запечатлены такие открытия. Откуда река Чу берет начало? Оказывается, не из озера, а из горной долины Тяньшаня. Высота вершин Хантинги, расположение хребтов Тяньшаня, высота снеговой линии, расположение ледников. Также была опровергнута теория о вулканическом происхождении небесных гор. Также Семенов-Тяньшанский выделяет природные зоны и дает им характеристику. Вообще, Петр Петрович занимался всю жизнь разработкой маршрута экспедиции, составлением программы полевых научных работ, создает обширные научные труды по географии России, а также пятиптомник, географическо-статистический словарь, который, кстати, перепечатывается в течение 25 лет. Семенов-Тяньшанский считается самым крупным золотоком Азии, считался в свое время. Спасибо. Сейчас нам расскажет про личную жизнь Наталья Абусалевна. Я, конечно, хочу сказать, что у меня очень скудная информация о личной жизни, но, как бы сказали наши сейчас современники, она очень скучная даже для них была бы. Но, тем не менее, я расскажу. Петр Петрович Семенов, известный наш путешественник, Тяньшанский, зимой в 1850 году в несколько километрах от поместья Рязанка в деревне Гремячка, Петр Петрович познакомился с Верой Александровной Чулковой. Уже через год состоялась их свадьба. И в 1951 году осенью, поздней осенью, родился Дмитрий. Когда ребенку было всего 6 месяцев, от скоропостижной, скоропостижно скончалась, умерла жена Петра Петровича. Когда ребенку было всего лишь 6 месяцев. В 1851 году Петр Петрович женился вторично. На дочери своего давнего знакомого, Елизавете Андреевне Заблотской-Десятовской. В этом браке родилось 7 детей. Так, а теперь я расскажу про Фернандо Врангеля. Он был женат на Елизавете Васильевне. Это баронесса Елизавета Васильевна Рассельсон, дочь директора учились из Лянской губернии. В марте 1829 года, перед отъездом в Америку, Врангель хотел жениться и искал себе пару. В Ривеле из окна конторы и дилижансов он увидел гуляющее семейство. В числе прочих он увидел девушку, которая приковала его внимание. Это и был обранный Рассельон. Он просил представить его ей. И через две недели он уже сделал ей предложение. Спустя полмесяца они уже обвенчались. А еще через две недели он уехал с молодой женой уже в Америку. По пути в Иркутск у них родилась дочь Мария Луиза. С грудным ребенком Елизавета Васильевна проехала 1800 верст до Охотска верхом. На Аляске в Врангеле жили среди язычников, у которых баронесса пользовалась большой популярностью. В России они возвратились только в июле 1836 года. В 1854 году Елизавета Васильевна скончалась в своем имении Руиль, где и похоронена была вместе с мужем. Из их детей один сын и три дочери умерли еще в младенчестве. В живых остались только Василий, Петр, Елизавета, и Фердинанд, и Ева Мария. Как вы поняли, что это были как многодетные семьи по тем временам. Девять детей, семь детей, и пять детей только выжило у Фернанда Врангеля и его жены. Блестящие страницы в историю географических открытий вписали русские путешественники. Они не только изучали необъятные просторы Родины, но и совершали открытия далеко за пределами. Их идейность, благородное честолюбие, непобедимое стремление к экономичной цели, богатство знаний и трудолюбия, привычка к зною, голду, фантастическая вера в цивилизацию и науку делают их в глазах народа подвижниками, олицетворяющими высшую нравственную силу. Так о них писал Антон Павлович Чехов. Петр Петрович Семенов-Тиньшанский. География в самом обширном ее смысле была с детства любимой наукой. Семенов окончил школу блестящей. Его имя было занесено на школьную мраморную доску, как отличнейшего ученика. Семенов понял быстрее своих однокурсников, что наука должна быть связана с жизнью тысячами нитей и служить интересами народа. Без познания окружающих предметов и сил природы, без умения их подчинять своей власти и для своих нужд и потребностей, «Невозможен умственный прогресс и успех материального благосостояния народа». Он работал по 16-18 часов в сутки. В молодости у него был девиз «Единственная добродетель – любовь к человечеству». Он описал геологическое строение, животный и растительный мир. Этого неизведанного до него региона – Центральной Азии. Первым в мире составил географическое описание всех территорий Российской империи. В 1897 году провел первую перепись Российской империи. Перепись стала единственным источником достоверных данных о численности и составе населения. Петр Петрович обосновал тектоническое, а не вулканическое происхождение гор. В 1906 году Семенову по указу императора Николая II было дозволено присоединить к его фамилии название, исследованное им местности Тяньшань, и именовалось пред Семеновым Тяньшанским. Им была собрана большая коллекция картин филомандских и голландских художников XVI-XVIII веков и безвозмездно передана в Эрмитаж. Коллекция жуков более 700 тысяч экземпляров хранится в Зоологическом музее РАН. И бабушка Семенова Мария Петровна Бунина была сестра поэтессы Анны Петровны Буниной. А теперь про Фернанда Врангеля. Врангель в детстве остался круглым сиротой. Однажды у родственников он повстречал Ивана Федоровича Крузенштейна, который рассказал об удивительных путешествиях через океаны. Начав с 19 лет научную деятельность, Врангель до конца своих дней отдал ей все свои силы. Уже в 1820 году был назначен начальником экспедиции, которая была послана для обследования берегов Северо-Восточной Сибири, для поисков обитаемой земли к северу от Чукотки и окончательного выяснения вопроса о соединении Азии с Америкой. В исключительно трудных условиях экспедиции Врангель в составе 7 человек в течение 4 лет провел ценные исследования. Очень важными оказались данные о том, что полярное море не покрывается сплошным крепким льдом, даже в сильные морозы. Им приходилось идти и проваливаться то в рыхлый снег, то карабкаться на крутые ледяные тросы, Вдобавок ко всему яркие лучи солнца, отраженные поверхностью льдов, ослепляли людей. Очки и черный креп на глазах не помогали. Спасаясь от слепящего солнечного света, путешественники передвигались ночью. Путешественников преследовали миражи. Издали они казались долгожданной землей, поздравляли друг друга. Путники устремлялись вперед, а спустя несколько часов горы поднимались высоко к облакам и исчезали. Вот такие тяжелые у них были испытания, но те самые данные, которые они получили, до сих пор очень высоко ценятся. И крайне несовершенными инструментами, которые были на тот момент, до сих пор вызывают восхищение. В 1829 году Врангель был главным правителем русских колоний на Аляске. Когда Аляска была передана, продана США, Врангель очень сильно протестовал против этого. По-настоящему увидел и частично осмотрел остров Врангеля, американский Китовой, в 1867 году. Он писал, я назвал эту землю именем Врангеля, потому что желал принести долгожданную дань уважения человеку, который еще 45 лет тому назад доказал, что полярное море открыто. В 1836 году Врангель убедил Мексику уступить России, плодородную равнину Фортаса рос в Калифорнии, но Николай I не принял предложение. Книга «Путешествие по северным берегам Сибири и Льдовому морю» была почти одновременно издана на русском, немецком, английском, французских языках. Эта книга и в наше время не потеряла своего значения. Интересно, что план достижения полиса, составленный Робертом Пири, вступившим на полис 64 года спустя, в малейших деталях повторил старый проект Врангеля. Спасибо. Добрый вечер. Добрый, добрый. Добрый вечер. Я буду читать стих. О, величие мира, постарался творец, стала тесной квартира, и мне, наконец, я уеду за солнцем, за звездою полярной. Пусть дорога мне льется прямо под ноги тайной, пусть горит это небо всеми спектрами света. Где бы только я не был, обошел лишь пол света, навсегда будут тайны манить за собою. Мы не будем печальны, подаваясь при боли, чтобы каждое эхо тебе отвечало. Отстрани все помехи и начни все сначала. Спасибо. Здорово. Молодец, очень понравилось, молодец. Молодец, умница. Петр Петрович Семенов-Теньшанский был не только путешественником, не только семьянином с большим количеством детей. Он владел исключительно чистым русским языком. И вот я прочитаю небольшой отрывок из его. Петр Петр Петрович предисловие к книге Карла Риттера. До тех пор, пока отечественные ученые не будут облекать содержание науки формы родного языка, они останутся чуждою отечественному развитию, кастой египетских жрецов, может быть с познаниями и стремлениями к высокому, но без благородного влияния на своих соотечественников. Поэтому путешествие в Тянь-Шань интересно было не только географам, оно было интересно и простым людям. Я хочу сказать вступительное слово, что у меня, ну, конечно, путешественникам нету стихотворений посвященных, вот, но я путешествую и реально, и виртуально в стихах. У меня есть такие посвящения городам, моему родному городу Армавиру, городу студенчества, где я училась в Харькову, есть посвящения. Есть посвящения Питеру, Москве, ну, всем таким нашим любимым городам, которые всем известны, вот, и, конечно, есть такие, где я и не бывала, есть посвящения острову Бали и Пальма-де-Майорка, вот. Я хочу еще сказать, что у меня есть цикл стихотворений, который посвящен Армении, хотя это ни разу не бывало. У меня есть и про Ереван стихотворение, про озеро Сиван и про Арарат. Этот цикл появился благодаря моему знакомству и общению с моей виртуальной подругой из Еревана, Армены. Я с ней общаюсь уже более пяти лет, в одноклассниках мы познакомились, и вот такой цикл у меня армянский почему-то появился, хотя я там ни разу не была. Вот. Я хочу вам прочитать стихотворение, я выбрала, оно с 2017 года написано. Посвящается моему Кубанскому краю, моему Краснодарскому краю, где я родилась. Называется стихотворение «Край мой дивный». Край мой дивный, Сераоки, Моя солнечная Русь, Посвящаю тебе строки, Я к тебе еще верну. Обниму березку нежно, Прошепчу ей, как люблю, Лирой светлой и безгрешной, Чувства теплые дарю. Край мой южный, Моря волны, Там кубанская земля, И бескрайние просторы, У дороги тополя. Выйду в поле на расцвете, Зорький алый аромат, И спою мечту в куплете, Райских нот волшебный сад. Край мой дивный, Урожайный, Полос хлеба наливной, Я твой друг души сакральный, Лирик близкий и родной. Вдруг услышу я кукушку И пойму, мне долго жить, Обнимать в ночи подушку И с пером любви дружить. Край мой милый, Часто вижу, Твои клены я во сне. Осень там багрянцем дышит, Дарит белый снег зиме. По траве бегу зеленой, К дому детства и добра, И строкою вдохновленной Дарю капельки тепла. Край мой дивный, лучезарный, Облака бегут, бегут, Поворот удачи плавный, Для души родной приют. Так судьба распорядилась, Что мой дом теперь восток, А мне Родина приснилась В перекрестке двух дорог. Брошу взгляд я свой на горы, Там лишь сопки и пески, Горизонты, небосводы, Золотые огоньки. Моя милая Россия, В моем сердце ты всегда, Васильки там голубые, Родниковая вода, Край мой дивный, Сераоки, Пусть хранит тебя Господь, Я тебе вручаю строки, Лиру, душу, кровь и плоть. Я тебе вручаю строк, Лиру, душу. Брошу, душу. Брошу. 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 Брошы. Брошу. Брошу.